строящийся двухэтажный каркасный дом имеет размеры в плане 8 с половиной на 6 метров высоту по коньку 6 метров и общую площадь 90 метров квадратных разместиться данный дом на участке площадью 6 соток с уклоном поверхности 5 градусов грунт и основания суглинок с примесью щебня глубина промерзания около двух метров грунтовые воды на глубине примерно 30 метров при данных характеристиках участка наиболее экономически целесообразный тип фундамента это буронабивные железобетонные висячие сваи сплошного сечения во-первых на участке присутствует немалый уклон поверхности во-вторых в глинистых грунтах выше уровня подземных вод нет необходимости крепления стенок скважин обсадными трубами и главное железобетонный свайный фундамент в принципе один из самых надежных видов фундамента основная нормативная документация регламентирующая проектирование и устройство свайных фундаментов это sp24 и sp50 при разработке проекта свайных фундаментов учитывается конструктивная схема проектируемое здание размеры несущей конструкции используемые материалы а также различные нагрузки и воздействия диаметр составляет 320 миллиметров это минимально допустимый диаметр без применения более трудоемкой и дорогостоящей технологии бурой инвекционных свай надземная часть сваи квадратного сечения 500 на 500 миллиметров глубина сложения 3 метра то есть фундамент закладывается ниже глубины промерзания в целях исключения сил морозного пучения под нижним концом свай материал свай тяжелый бетон класса b15 по прочности на сжатие марки по водопроницаемости по морозостойкости по подвижности соответственно в 6 f100 и p4 это минимально допустимые характеристики бетонной смеси для свайного фундамента армирование выполняется объемными каркасами из рабочей арматуры диаметром 12 миллиметров класса а3 и конструктивный диаметром 6 миллиметров класса а1 целях обеспечения 50 миллиметрового защитного слоя бетона между грунтом и арматурой каркаса в трех местах используется крестообразная конструктивная арматура для крепления деревянного ростверка к своим заранее закладывается анкерный болт диаметром 16 миллиметров на глубину заделки 400 миллиметров так как минимально допустимая глубина заделки анкера 25 диаметров свайный фундамент состоит из 9 свай с шагом 4,15 и 2,9 метра глубина заложения центральной сваи увеличена до 4 метров так как она воспринимает максимальные нагрузки от каркаса здания бетонирование сваи в устойчивых грунтах должно производиться не позднее 24 часов после окончания бурения в противном случае незакрепленные стенки скважин могут обрушиться в связи с этим необходимо заранее до начала буровых работ подготовить каркасы анкера и опалубку рабочая конструктивная арматура нарезаются на куски необходимой длины далее конструктивная арматура гнется для этого лучше использовать специальный станок для изгиба арматуры в нашем случае использовались тиски и в завершении каркас собирается с помощью вязальной проволоки применять сварку в данном случае не рекомендуется так как высокие температуры возникающие во время сварки способствует снижению прочности арматуры изготовление анкерных болтов для лучшей анкеровки к нижней части болта перпендикулярно привариваются уголки или листовая стали доска толщиной 35 миллиметров распиливается на куски длиной 500 и 570 миллиметров затем доски собираются в щиты опалубки с помощью 65 саморезов в конце щиты собираются вместе с помощью 90 саморезов и усиливаются по углам с помощью измерительной ленты и лазерного дальномера делается разбивка свайного поля с обязательным контролем по диагонали далее выполняется непосредственно бурение с помощью установки вращательного бурения длиной 50 миллиметра Продолжение следует... По окончании бурения следует проверить соответствие проекту фактических размеров скважин, отметки их устья, забоя и расположение каждой скважины в плане. Каркасы устанавливаются в скважины. Так как армирование выполняется не на полную глубину скважины, каркасы необходимо установить в проектное положение по высоте с помощью лазерного нивелира. В нашем случае бетонная смесь готовилась самостоятельно. Соотношение компонентов смеси приведено в следующей таблице. Бетонирование выполняется непрерывно. К сведению, смесь с подвижностью P4 и выше уплотнять необязательно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... Установка опалубки в плане выполняется так же, как и при разбивке свайного поля. По высоте с помощью лазерного нивелира делаются отметки верха фундамента внутри каждой опалубки. Далее выставляются анкерные болты. Принцип установки в плане по высоте аналогичный. Для предотвращения смещения болтов во время укладки бетонной смеси изготавливаются дополнительные центральные доски опалубки. И, наконец, окончательное бетонирование. Продолжение следует... Продолжение следует... После всех бетонных работ фундамент оставляют на 28 суток при нормальных условиях для набора максимальной прочности. В итоге фундамент получился достаточно качественным, ровным и, главное, надежным, с большим запасом прочности. Точность выполненных работ представлена в следующей таблице. Если кому интересна стоимость фундамента без учета СМР, привожу объемы приобретенных материалов и субподрядных работ. Можете подставить свою рыночную стоимость. Продолжительность работ составила 23 календарных дня силами двух рабочих. Надеюсь, это видео было для вас полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые сюжеты. Всем удачи и пока!